Иногда внезапно выясняется, что у любимого фильма есть сиквелы или приквелы. И ещё более поразительно – внезапно узнать, что фильм является частью трилогии. В этом ролике представлено лишь несколько из таких фильмов, от недооцененной классики до чудовищных картин, отправленных напрямую на видео. Серия 3ХА посвящена взрывам, дракам и остротам. Первый фильм опирался на репутацию Вина Дизеля из Форсажа, что принесло ему главную роль крутого парня, Ксандера 3ХА Кейджа. И пускай фильму есть что предложить фанатам боевиков, предсказуемый сценарий подводит остальную его часть. В фильме 3ХА Новый уровень замена Дизеля на Айскьюба могла показаться опрометчивым решением, но харизма и образ рэпера как криминального элемента, ставшего секретным агентом Дариусом Стоуном, фактически спасает этот абсурдный пример попкорнового кино. Конечно, таланты Сэммиола Джексона и Уильяма Дефо потрачены впустую, ну и что? Никто не будет смотреть фильм под названием 3ХА Новый уровень из-за драматических нюансов. Затем Дизель вернулся во франшизу для участия в запоздалой третьей части 3ХА Мировое господство 2018 года, и результаты были более-менее такими, как и ожидалось. Режиссер Пак Чхан Ук, снявший фильм Олдбой, впервые привлек внимание, когда выиграл Гран-при в Каннах, познакомив множество людей по всему миру с корейским кино. Он также установил золотой стандарт для боев в коридорах и показал самую крутую сцену поедания осьминога из всех возможных. Фильм также вдохновил создание, к сожалению, не самого удачного продолжения, которое просто не могло сравниться с эпичной трагедией оригинального фильма. Тем не менее, если вы хотите ещё больше изучить своеобразное видение Пак Чхан Ука, то вам повезло, потому что Олдбой на самом деле является второй частью так называемой трилогии мести от этого режиссёра. Эта слабо связанная между собой сага началась в 2002 году с картины Сочувствие господину месть – истории о человеке, жаждущем мести за смерть своей дочери. Затем в 2003 году на экраны вышел Олдбой – история человека, который намеревался уничтожить людей, державших его в заточении на протяжении 15 лет. Пак завершил свою трилогию фильмом Сочувствие госпоже месть – рассказом о женщине, которая выслеживает мужчину, совершившего преступление, в котором её обвинили. Очевидно, что трилогия в основном вращается вокруг концепции мести, и в первую очередь идеей о том, что сведение щитов с врагами никогда не решит проблем. В мире Пака месть – это грязное, кровавое и мрачное занятие, и даже если героям удается отомстить, это не приводит к миру в их душах к концу фильма. И пускай каждый фильм исследует эту тему немного по-разному, трилогию о мести по-прежнему необходимо посмотреть поклонникам корейских фильмов, которые пропитаны кровью историй и драмы, стремящиеся к высотам Шекспира. После исполнения одной из главных ролей в Сынах анархии Тейлор Шеридан решил написать сценарий фильма Убийца, который повествует о жестокой войне США с наркотиками и кошмарном насилии вдоль американо-мексиканской границы. В конце концов, сценарий дополнился невероятным актерским составом, а также непревзойденным режиссёром Дэнни Вильнёвым и оператором Роджером Диккенсом. Когда в 2015 году Убийца вышел на экраны, критики были в восторге. Следующим проектом Шеридана был не менее впечатляющий фильм Любой ценой – современный вестерн, в котором рассказывается о двух братьев из Западного Техаса, грабящих банки в одном небольшом городке за другим. Сценарий принес Шеридану номинацию на Оскар, а также номинацию Джеффу Бриджесу за его роль угрюмого техасского рейнджера. Год спустя Шеридан дебютировал в качестве режиссёра с фильмом Ветряная река, действие которого происходит в заснеженной пустыне Вайоминга, где охотник и агент ФБР пытаются раскрыть убийство индейской женщины. И пускай нет отдельных персонажей, связывающих эти ленты вместе, Шеридан написал свои фильмы как пограничную трилогию. В беседе с Associated Press Шеридан сказал, «Эти фильмы представляют собой исследование современной американской границы и того, как многое изменилось и что осталось прежним, а также последствия ассимиляции, волны от которой ощущаются и по сей день» С этой идеей пограничная трилогия Шеридана в значительной степени представляет собой исследование тайной борьбы и жестоких реалий жизни в сельской местности США. Таким образом, это серия фильмов о забытых людях Северной Америки и их отчаянной борьбе за выживание. Благодаря любви Гильермо Дель Торо ко всему странному и прекрасному, мир получил несколько поистине невероятных фильмов, таких как Лабиринт фавна и Форма воды. Но до того, как Дель Торо стал известен как маэстро монстров, он столкнулся с маленьким существом под названием Мутанты. У Дель Торо было очень специфическое творческое видение фильма, но студия хотела чего-то другого, и в результате получился, ну скажем так, не лучший из фильмов этого режиссёра. Тем не менее, в нём есть свои достойные моменты, а завязка сюжета, в которой гигантские тараканы выдают себя за людей, действительно крутая. И пускай Мутанты не имели кассового успеха, у них было что-то особенное, потому что кто-то в Dimension Films решил, что у этой картины есть потенциал для франшизы. Мутанты 2 вышли напрямую на DVD в 2001 году и показали себя как более мерзкая версия Красавицы и Чудовища. Сиквел рассказывает об энтомологе из первой части, которую преследует ревнивое гуманоидное насекомое, желающее заполучить её для романтических целей. Интересно, что продолжение фильма 2003 года, Мутанты 3, позаимствовало сюжет из картины Окно во двор, где воористский герой из своей квартиры наблюдает за миром через свою камеру. Однако его шпионаж вскоре превращается в расследование, когда он понимает, что через улицу происходит что-то странное, что-то, что может быть связано с очень голодными жуками. Невероятно, но это сомнительное завершение трилогии очень понравилось нескольким критикам. Но, опять же, кто не захочет посмотреть фильм Альфреда Хичкока только с тараканами-убийцами? Это научный факт, что акулы – самые пугающие животные на планете, поэтому неудивительно, что Открытое море взволновало публику на фестивале Sundance и впоследствии напугало зрителей на 54 миллиона долларов, по сравнению с производственным бюджетом в полмиллиона. Этот вводный инди-фильм был снят режиссерами-супругами Крисом Кентисом и Лорей Лау и рассказывал о неудачной паре, которая оказалась на Большом Барьерном Рифе и отчаянно стремится не стать закуской для акул. С таким впечатляющим результатом в прокате появление сиквела было лишь вопросом времени, но что странно в картине Дрейв, так это то, что в поле зрения нет ни одной акулы. Всё правильно, никаких акул! Первоначально фильм назывался просто Дрейв, и не должен был иметь ничего общего с лентой Кентиса и Лау, но какой-то руководитель решил добавить в английское название слова Открытое море. Сиквел рассказывает о кучке настоящих идиотов, которые прыгают со своей яхты, чтобы поплавать, но обнаруживают, что забыли сначала спустить лестницу. Оказавшись в океане, забывчивые герои отчаянно пытаются вернуться на борт. Затем вышла картина Над глубиной Хроника Выживания, выпущенная компанией Lionsgate прямо на видео. Она рассказывает о группе американцев, которые, как вы уже догадались, погружаются в клетки у берегов Австралии. На этот раз акулы хотя бы появляются, и вскоре эти аквалангисты становятся не более чем кормом для рыб. По крайней мере, эта часть позиционировалась правильно, так как само собой подразумевается, что над глубиной Хроника Выживания далеко не шедевр. Режиссер исходного кода Дункан Джонс 15 лет работал над своим проектом мечты, научно-фантастическим нуаром под названием Немой. Несмотря на множество личных и профессиональных проблем, которые тормозили производство, Джонс продолжал работать и, наконец, закончил фильм, который был выпущен в 2018 году. В недалеком будущем действие картины следует за молчаливым барменом, который отправляется в кровавый квест, чтобы найти свою пропавшую девушку. Судя по трейлеру, вы никогда не догадались бы, что это – вторая часть трилогии. Однако, по словам Джонса, действие Немого происходит в той же вселенной, что и Луна 2112, получившая признание критиков космическая драма об одиночном астронавте на изолированной лунной базе. Джонс называет свой кинематографический мир вселенной Луны и однажды пообещал, что третий фильм в конечном итоге завершит трилогию. Однако в 2020 году Джонс обнаружил, что у него проблемы с финансированием третьей части и решил вместо этого сделать графический роман в надежде, что в конечном итоге он станет полноценным фильмом. Однажды в будущем – это история двух сестер-наемниц в бегах. Проект был полностью профинансирован в рамках компании Kickstarter. Только время покажет, получит ли этот роман кинематографическое воплощение. Настоящая классика 80-х пропащие ребята – это, по сути, балбесы плюс Дракула. Фильм режиссёра Джоэла Шумахера рассказывает о двух братьях, которые переезжают в городок Санта-Карло, также известной как мировая столица убийств. Естественно, им сложно устроить жизнь в своем новом доме, тем более, что в этом районе их встречает банда вампиров-байкеров, в том числе клыкастый Кифер Сазерленд и зомби Билл, что приводит героев в мир невероятных приключений. Несмотря на значительный успех в прокате, Пропащие ребята не получали сиквел более 20 лет. Некоторое время говорили о продолжении под названием Пропащие девчонки, но, к сожалению, эта идея так и не осуществилась. Вместо этого в 2008 году мы получили картину Пропащие ребята – племя. Этот фильм переосмыслил сюжет первой части. Все очень знакомо – новые дети переезжают в город, сталкиваются со злым вампиром, а когда всё становится слишком пугающим, они обращаются к охотнику на вампиров, которого играет Кори Фельдман. Конечно, с таким потрясающе неоригинальным сюжетом неудивительно, что фильм имеет впечатляющий нулевой рейтинг на Rotten Tomatoes. И пускай Пропащие ребята 3, Жажда, имеет такой же ужасный рейтинг, этот фильм, по крайней мере, может похвастаться более оригинальным сюжетом. Выпущенный в 2010 году третий фильм трилогии рассказывает о похождениях персонажа Кори Фельдмана в роли престарелого истребителя вампиров Эдгара Фрога, который намеревается помешать группе вампиров использовать демонический наркотик, чтобы превратить завсегдатаев в вечеринок в зомби. Само собой, третья картина не смогла добиться успеха оригинального фильма, даже при наличии более интересной завязки сюжета, так что, возможно, Warner Bros. пора оставить эту сагу в покое. Написанный Квентином Тарантиной, снятый режиссёром Робертом Родригесом, фильм От заката до рассвета, это настоящая культовая классика. Лента вышла на экраны в 1996 году, и история следует за персонажами Тарантино и Джорджа Клуни в образе братьев-преступников, которые сбегают в Мексику после ограбления и убийства нескольких человек. Они планируют провести ночь, укрывшись в стриптиз-клубе, прежде чем встретиться со своим контактом на рассвете, но они не знают, что Барт доверху набит вампирами. Достаточно скоро ад вырывается наружу в полномасштабной оргии крови и насилия. Однако, несмотря на то, что От заката до рассвета считается отличной картиной, никто не помнит про два её продолжения. Во-первых, От заката до рассвета может похвастаться потрясающим актёрским составом звёзд 90-х, но из них только Дэнни Трехо вернулся в фильме От заката до рассвета 2 – Кровавые деньги из Техаса 1999 года. Вместо Клуни и Тарантино на главных ролях выступили Роберт Патрик и Дуан Уайтекер. Также сильно сказалась нехватка режиссёрских талантов Тарантино и Родригеса, и, что неудивительно, в конечном итоге фильм был выпущен прямо на видео. От заката до рассвета 3 – Дочь палача, который сразу вышел на видео в 2000 году, является приквелом, действие которого происходит в начале 1900-х годов. В нём даже меньше звёздных актёров, чем во второй ленте, но, по крайней мере, Дэнни Трехо всё ещё не покидает эту трилогию. Ему пора научиться говорить людям нет. Фильм Назови меня своим именем 2017 года имел огромный успех среди независимых фильмов, получив признание критиков и четыре номинации на Оскар, в одной из которых он выиграл. В этой задумчивой романтической истории любви Арми Хаммер и Тимоти Шаламе играли главные роли в бурном летнем романе между двумя мужчинами с некоторой разницей в возрасте. – Я мог бы побежать тебя, если бы я мог. Тем не менее, несмотря на небольшие споры по поводу идеи фильма, Назови меня своим именем стал громким триумфом для режиссёра Луки Гуаданьино. Но вы можете не знать, что это на самом деле третья часть трилогии. Гуаданьино часто проявлял интерес к желанию, которое люди испытывают друг к другу, и большую часть десятилетия он потратил на создание трилогии не связанных напрямую фильмов, вращающихся вокруг одной темы. Первой лентой была Я – это любовь в 2009 году, где Тильда Суинтон сыграла жену богатого промышленника, у которой страстный роман с шеф-поваром. Затем в 2015 году вышел фильм Большой всплеск, в котором также снялась Суинтон, но на этот раз в роли рок-звезды, разрывающейся между прошлыми и нынешними любовниками, даже несмотря на то, что её нынешнего парня соблазняет более молодая женщина. Назови меня своим именем – единственная картина в трилогии желания, Гуаданьино, в которой не снималась Суинтон, но эта лента разделяет тематические элементы и живописную итальянскую обстановку первых двух частей. Однако ещё предстоит увидеть, станет ли этот третий фильм концом саги Гуаданьино, связанной с желаниями. Фильм Уильяма Фриткина 1971 года Французский связной – это абсолютная классика. Мрачная история о нью-йоркском детективе Джимме Попай Дойле и его попытке помешать операции по контрабанде героина оказала влияние на криминальное кино на десятилетия вперёд и до сих пор считается настоящими киноманами, обязательной для просмотра. Но, несмотря на такую популярность Французского связного, почти никто не видел фильм Французский связной 2, и большинство людей даже не знает, что был ещё и третий фильм. Джин Хэкман вернулся к роли Попайя для второй части, а Джон Франкенхаймер занял режиссёрское кресло. Сюжет следует за Попайем, когда он едет во Францию в поисках Олена Шарнье, контрабандиста наркотиков, сбежавшего в конце первой части. Фернандо Рэй – единственный актёр помимо Хэкмана, который вернулся для продолжения. Эта картина содержит несколько мучительных сцен зависимости и выздоровления, когда Дойл был схвачен Шарнье и ему ввели героин во время допроса. К тому времени, когда Шарнье отпускает его, Попайя Дойл уже стал наркоманом, и он пытается не сойти с ума в камере предварительного заключения французского полицейского участка. Это совсем не смешной поворот. Третий фильм, рассказывающий эту историю, называется Попайя Дойл, а в главной роли выступает Эд О'Нилл. Фильм был снят для телевидения и, казалось, был задуман как отправная точка для телесериала, который так и не состоялся. Тем не менее, даже если это был пилотный выпуск телевизионного сериала, Попайя Дойл однозначно рассматривался как продолжение известного сюжета, следующего за тем же персонажем из первых двух фильмов, поэтому он, безусловно, считается третьей частью трилогии. Один из величайших фильмов о монстров, Тварь из черной лагуны, познакомил мир с Джабрачеловеком, самым пугающим членом вселенной монстров. И, как и его столь же знаковые коллеги, старый монстр вдохновил создание франшизы, которая внушала страх и жалость к этому доисторическому злодею. Вся концепция Джабрачеловека сложилась, когда продюсер Уильям Олэнд посетил званый обед в доме Орсона Уэллса. Там он встретил оператора, который рассказывал историю о монстре-рептилии, который жил в Амазонии и иногда похищал местных женщин. Эта странная история сильно заинтересовала Олэнда, который и снял этот знаменательный фильм о группе исследователей, отправившихся в Южную Америку и столкнувшихся с чудовищем-амфибией, который охотится на женщин в купальных костюмах. Фильм был выпущен в 3D, что было революционным нововведением в то время, и он сразу же стал хитом. И ещё до того, как производство было завершено, Universal уже анонсировала следующий фильм новой серии. Продолжение получило название Месть твари, и в этом фильме Джабрачеловек был схвачен, выставлен на обозрение и подвергнут жестоким экспериментам ученых. Однако вскоре он сбегает и решает отправиться на поиски мести. Затем происходящее становится очень странным, в финальной картине Тварь ходит среди нас. Согласно сюжету жабра человека подожгли, и большая часть его чешуи сгорела. Затем, после операции, существо стало выглядеть невероятно похожим на обычного человека. В остальной части фильма рассказывается о жабре человека, который пытался приспособиться к человеческому миру, но всё время мечтал о своем доме под водой. Это не очень круто. Научно-фантастический боевик 2010 года Skyline – это не столько кино, сколько по-настоящему дикая и захватывающая поездка. Эрик Бальфур и Скотти Томпсон играют главные роли Джареда и Элейн, супружеской пары, которая ждет рождения ребенка и посещает вечеринку по случаю дня рождения друга, и в этот момент инопланетяне внезапно торгаются в Лос-Анджелес. В фильме также по-настоящему странный финал, в котором Джареда и Элейн захватывают и забирают на борт инопланетного корабля, где мозг Джареда извлекается из носителя и помещается в биомеханическое инопланетное тело. Но мозг главного героя внезапно загорается красным, а не синим, как у других инопланетных дронов, что, судя по всему, означает, что он сохранил свои воспоминания и личность. Фильм заканчивается тем, что инопланетянин Джаред защищает свою жену и будущего ребенка от других инопланетян. Невероятно, но все становится еще более странным в фильме Skyline 2, в продолжении, в котором беременность Элейн ускоряется, как и рост дочери, которую она рожает. По мере развития сюжета движение сопротивления инопланетянам начинает объединять последователей, включая других инопланетных дронов, которым удается сохранить свою внутреннюю человечность, как это сделал Джаред. В третьем фильме трилогии, Skyline 3, человечество и их союзники, оставшиеся людьми лишь частично, наконец смогли победить инопланетян 10 лет спустя под руководством уже ставшей полностью взрослой 10-летней дочери Джареда и Элейн. Режиссер Лиам О'Донелл снял все три фильма, так что похоже, что здесь существует какое-то художественное видение, независимо от того, насколько мало здравого смысла оно содержит. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!